но нихрена ты немного приоткрыл ним немножко приоткрыл да немножко приоткрыл окей а раз хреначил а всю могилу канале я всем привет с вами бояры мы продолжаем и я писайков приду но зачесался внезапно предыдущей короче мы открыли кладбище наконец-то открыли попали в это кладбище и поэтому мы не закончим и не зашли в мавзолей в котором скорее всего останки синтры должны лежать это восьмой этаж конечно же пока едем не забывай подписывайся на канал ставь лайк дизлайк комментируй обязательно подписывайся на наш стрим канал где у нас проходит всякие интересные стримчанские и в общем поехали я немножечко хриплю потому что немножко приболел совсем мат матушку совсем у нас было минус 35 а сейчас у нас короче плюс один внезапно вот такой вот перепад очень странный да здесь мы усыпили сову вот она сама мы ее не убили не убили просто усыпили сову теперь она спит собственно и мы можем собственно заходить можем заходить да да все хорошо все пошлите короче давайте заходим тут надо глазик применить мусы вы забрали глазик поэтому давайте его применим так использовать хорошо все пошлите вот он собственно склеп склеп 7 синтра джао синтра 1918 1972 окей оси и это жена это жена 1924 8 строй неплохо хорошо пожили кстати долго тут скорее серии самаре синтра вот она красавица вот она красавица это сама вот здесь не скажет что и 11 лет а слишком старого выглядит здесь для 11 лет такие здесь у нас любви всей нашей жизни арии синтри 1961 1900 сенсором вот я ежегодно 11 лет и слишком не похоже что здесь есть какие-то зацепки ну что ж хотя я могу попробовать сдвинуть крышку гробницы о боже мой о чем я думаю сквернять могилы в первый рабочий день но мы знаете собственно сюда и пришли поэтому давайте осквернять могилу ну что уж делать я приоткрою немного чтобы осмотреться потом закрою но нихрена ты немного приоткрыл ним немножко приоткрыл да немножко приоткрыл окей а раз хреначил а всю могилу нет тела что-то сверкает внизу колокольчики а это у нее на ленточках колокольчики она носил их а да это принадлежал ребенку вот смотри у нее по фотке вот у нее колокольчики висят на этих вот типа типа косичка хоккей и что нам это дает медальон с колокольчиком пошлите может быть синтры поговорить кто это кто это это я это что за колокольчик ты кто что за колокол реально какой-то колокольчик колокол да погоди секунду сейчас 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 погоди секунду короче продолжаем я тут проверил что-то я не понял меня почему-то звук немножечко подлоги всем чуть подлоги но это заметно это заметно на самом деле бесит ну ладно короче колокольчик внезапно это какая-то женщина а извините меня я собирался уходить я я совершил ошибку как будет колокольчик это скорее всего это я сказала подали боли же это монахиня какая-то монахи царица на шторица екатерина екатерина петровна вторая треть нет не знаю какая там была ладно давайте пойдем кто ты я я имел ввиду пас пас пастернак пастернак а ты ведьма и настолько же слеп как и не можешь разговаривать ты не видишь что мое присутствие наполняет пространство вокруг тебя дивным светом но это колокольчик колокола вечер и звон бомбом то проклятое существо которое ты зовешь им ведьмой выползет из темной дыры полной гнили ты так не считаешь ответь мне пастернак зачем ты искренел могилу этой бедной девушки нет 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 это было случае ну в случае если там были какие-либо зацепки зацепки к чему к ведьме ну да да почему ты так интересуешься о ней кто послал тебя ну мне не положено это рассказывать глаза у нее красные она вроде красивая знаешь такой колокольчик всем монахиня такая в это врядь его все вот в этом но вот красный глаза какие-то очень странно но я полагаю что могу сделать исключением меня наняли для того чтобы убить ведьму я зашел так далеко следует зацепки в этом фото я хотел найти информацию о рейсинты и другой девушки рядом с ней компания все еще нанимают охотников ну типа того а если так то я должна извиниться это короче знаешь кто это скорее всего одна одна из трех охотников до нас от был корма был какой-то там хрен ему это мы это одна из них женщина скорее всего это она алтари а м а тему это мы алтари зажигали вот скорее все это в честь нее ну типа она знаешь какая-то богиня вот мы скорее всего родине эти свечки зажигали а тему от мозг 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 а тема я же говорил меня зовут а тему это я работала на компании много лет назад и пыталась уничтожить ведьму прямо как ты сейчас к сожалению мне моим коллегам не удалось завершить наше задание но мы были близки к этому ты не могла потеряется информация немного потерян я встретил материарха семьи перед ее смертью всю инь она рассказала мне историю о том как все началось о мувики мувики давайте посмотрим мувики я люблю мувики это интересно история рей синтра как-то так назовем наверное это они были обычно женатой парочка но они сожалели лишь об одном у них не было не могло быть детей но это печально чем но как и кота вот это все потому они решили потратить все свои сбережения отправиться за границу в надежде усыновить ребенка на черном рынке а так это бы меньше курил и может быть ты был перебег а вы не нашли запертую красивую девочку ее звали до морей ее хозяин сказал им что она принесет им удачу и благодство но взамен они должны были следовать двум правилам держать ее в безопасности внутри магической печати и сделать ее счастливым ну вот это ведьма ты посмотри на нее уши да ну это аниме вскоре семья осознала что до моря не было обычно девочкам дуги так видно что необычно они следовали тендум правилам заботились о ней как а собственно дочь и так видно у нее хвост уши конечно необычная божественная сила девушки обеспечила семье удачу и процветания о успел бабочки пошли всего лишь за пару месяцев они превратили свой дом штаб-квартиру синтра корп и компания начала а расти и а расти на деваха но их удача на этом не закончилась спустя много лет родилась красивая девочка рэй синтра а рэй синтра сразу девахи такие на 2 сестры вскоре стали не разлей вода то были золотые года компании в какой какой злой она росла и росла пока не стала самой большой в мире ну как узлюка пока в один день все не пошло рахом вот фотография кстати а рэй синтра таинственным образом исчезла это кстати фотография до моря стала нестабильной истеричный все крышак поехал и все она ведьма превратилась компания наступил кризис все начали бухать спустя месяц свободного падения девушку все еще не нашли тогда семья решила покончить с этим они сожгли домой а ничего больны что ли конечно во всем ребенок виноват конечно кризис на меня наступил но рэй синтра так и не бьют конечно какие-то проблемы в семье давайте сожгем ребенка чтобы остановить слухи семья устроила похороны без тела больные люди больные нет им сказали хранить то было началом проклятия видимо и охренеть вот вот это нормально нет пуще считаешь как бы сжечь собственно ребенка чтобы проблемы решить да уж да уж синтром семья синтра такая тогда ведьма та девушка до моря ты не узнал где она пряталась член моей команды нашел я логово но ради безопасности он утаил информацию от нас в конце концов он тоже исчез как и остальные жалко нам но после всех лет я кое-что осознала нашей ошибкой было то что мы сфокусировали наши усилия на поиске ведьмы кто действительно важен так это дочь семьи рэй синтра она никогда нет они никогда не нашли ее тело поэтому она до сих пор числится в пропавших без вести она единственная кто знает что случилось тот момент когда все пошло не так если хочешь убить ведьму найди рэй синтру ну единственно рей синтра живая это рей синтра которая синтра корп и которая в компьютере в она же все равно что-то должна знать подожди секундочку но где я не знаю где она может находиться на знаю кое-какого кто очень похож на нее мне надо вернуться в свой офис и срочно поговорить синтри у меня есть чувство что я близок к разгадке вот я же говорю как бы в компе она сидит более-менее похожи поэтому давайте к нему сходим вену ну больные люди взяли сожгли свою дочь ради того чтобы как бы свои проблемы решить ну так это твои проблемы но то что у тебя там наш кризис на работе так делай что-то они сжигают детей это вообще пастернак какое совпадение я не помню как ростов она была зомби короче я записываю немножечко заново потому что там начала звук лагать поэтому я вновь захожу в лифт вновь едем в столовую давная фростова привет я не помню короче я как она говорит нам точно было заметно только что сходила в столовую нам надо помочь приготовлениями к дню рождения чего дня рождения для рождения хьюга по извиняюсь но я не могу мне надо добраться до своего офиса но все столовой ты не собираешься помогать не могу мне надо вернуться в офис как можно быстрее зачем так спешить тоже даже та милая девочка и зулья там кейт а я не знаю имени сладким но она спрашивала тебе но если ты так занят ну ладно я скоро подойду но только ненадолго вот да короче здесь у нас почему-то начало но смотрите кого я привела на помощь самого пастинака пастинак но это капитан дюмонд осмотреть это же это наша рыжая бестия кого-то уже на поводке держит но она такая горячая штучка и раз ты должна помогать мисс милоун ладно ты готов ты скоро попробуешь меня увидимся позже такая вот соска соса здорово привет айстердак я тоже похитили да но я не могу здесь ради дня рождения не надо вернуться в офис что почему у у тебя есть новая информация о верно о скажем скажи оказывается что 7 синтра была дочь рейсинта у это имя звучит знакомо девушка умерла не так ли это отличный вопрос я был семейном мавзолее и могила пуста я думаю что она ключ к пониманию всей ситуации выскоряешь могил в рабочее время брайан герой она она наркоманка я отвечаю это у нее взгляд может на меня положиться как я могу тебе помочь мне надо вернуться может и мне помочь отлич ростова я придумаю что-нибудь по шпионю а пока мы должны притворяться что все еще работаем окей давай притворяться мусорка это клюкс подарочки возьмем здесь лежат десятки подарков похоже что у хюга очень много друзей и а ты свой подарок оставил и чувак ты подарок оставил нет положил молчит скотина а вы чё ребят нет не активно эй как тебя до ростова чем я могу помочь я нова воздушные шары дай мне минуты и потом ты сможешь развесить таки окей окей так с кем тут мне короче надо и не воруй еду из холодильника она нам потом пригодится да я не воровал на самом деле исчет пунш там на пустая чашу окей хлебушек смотри хлебушек а держи руки при себе пастернак этот хлеб нам пригодится позже это знаешь как на новый год типа ничего не трогай это все на новый год ну какого хрена я есть хочу мне короче надо воду вот чем у меня здесь уже делал до припажать не надо воды у меня куча лапши а лапшу сорян лапшу можно приготовить только с помощью воды у меня воды нет окей здорово и кейт чувствуешь себя лучше да я восстановила силы спасибо что ты делаешь тебя тоже впутали в этом я пошла посмотреть есть у нас кофе который я тебе должна они рассказали мне о дне рождения хьюка кофе точно я совсем об этом забыл что ж теперь мы можем выпить пирогом смешно а где пирог стать я вижу только эти хлеб и пустую чашу я не знаю что здесь делаю я должна быть должен быть сам и все кроме того если честно то мне не очень нравится юга не будет таким брайан запомни что товарищество важно в компании особенно когда это твой коллега поясу кроме того всегда хорошо работать команде ты так не думаешь если ты так говоришь я мой стакан и я дам тебе знать когда я закончу чтобы ты мог помочь мне накрыть на стол конечно так короче в итоге есть разогреть тут нет ничего сэндвич могу сделать да могу в один сэндвич сделать хорошо и сэндвича они восстанавливают неплохо пашку но чё ты там закончился им шариком я на два раза шары да да ты сколько можно то ну окей давайте чепман поговорим пик ты куришь на заряды на сколько мужик он всегда и везде курить заклебал тебя тоже позвали на вечеринку а что это должна быть вечеринка тогда почему все работают где выпивка и наркотики но чепман в своем духе она еще не началась мы все еще готовимся к ней знаешь перед праздником надо пора попробовать все подготовить я не знаю о чем ты говоришь но так за ним он бы из богатника семени за него всегда делали прислуга все а я думаю что я посвящу свои старания флирту стой секса пильной а рыженькой она смотрела на меня с того момента как я пришел да она как раз для тебя она как раз для тебя она оденет на тебя свои трусы и вот так же на поводке будете водить а как нагло мелом я не знаю если ты не знаешь если что ты абсолютно прав дерзай но мне не нужно твое разрешение и деревенщина дуку и ваще бесячий он так бесит нас а пастернак я закончил надувать шары не мог бы ты их развесить ну конечно давай шарики 5 воздушных шаров размести их на розовых пидесталах которые находятся по всей стола окей без проблем вообще ваш пи без проблем использовать и резь так 1 2 там надо это окей окей давайте две ну блин такая все вечеринка конечно шарики развесили все весело прикольно задорно но болен какие-то флажочки никто ничего нет по факту делать только кейт ой улупса нет ты в порядке другая я совершенно забыла я оставила подарок своем офисе но они все здесь на столе точно но это был особый подарок который я купила сама тогда забери быстрее мне понадобится помощь чтобы донести его так как он весит 400 фунтов 400 фунтов это 400 килограмм почти мистер пастернак может вы поможете мне мне так хорошо и мускулисты да конечно без проблем стоять лучше я пойду с тобой пастернак занят шариками нет теперь я вспомнил что подарка не существует ой сосану твою мать ну и как ой но это был хороший план на секундочку был на не получилось не получилось нисколечки окей вот так вот вот так вот эй соса соса ну что ж ты вот на такой план обосрала соска есть чё еще вообще чем придумал а я закончился стаканы может он тихо стоит не я иду ну вот вот смотри реально работаем только я по факту и кейт это короче надуло шары этот зачем-то щипает чужие смотри он он тычет пальцем в торт и нюхает вот скотина или козявки мажет смотри ковыряет носу и мажет козявкой от но он тоже хюга не любит но он не любит кюга но никто не любит козявками из базы легкий а ты будешь что вообще сегодня делать лучше и не мешать а ты что-то еще скажем и ты не против с этой дуна на секунду даже не думай об этом помоги нам здесь или я расскажу хьюга что ты не помог с его днем рождения хьюга обидится он хьюга и так обиделся за то что мы стали этим как его работника месяца короче вот он скорее всего по-любому обиделся и поэтому нам устроит подлянку если мы еще из дня рождения своего свалим свинтим короче ландовать на этом закончим что-то у меня немножечко разлетелась эта серия на три части их потом склеив все это сделал короче вот подписан канал ставьте лайки дизлайки комментируйте не забывай подписываться на второй канал ссылочка внизу описание есть на все соцсети на канал где у нас стримчанский проходит если нравится экстрим и онлайн пообщаться по вот это вот все то заходи туда у нас стримчанский каждую субботу практически вот в общем канале с вами был бояра всем пока пока а